Вы что, оружием торгуетесь здесь? Сидит за своим компьютером, тоже ничего не делает, там курит кальян, еще что-то вообще. Сшибает нахрен все твои витрины, всю твою выкладку просто рушит к чертям. Типа кальян курится вообще там 5 часов и все такое. Привет, меня зовут Никита, я работаю в компании SmokeLab и являюсь руководителем московского филиала. Сегодня я хочу рассказать о том, что бесят продавца в кальянном магазине. Бесит, когда люди начинают остроумно шутить на какие-нибудь темы из кальянной движухи. Например, табак со вкусом импотенцией. И каждый, наверное, второй, третий человек говорит об этом. Типа, у вас импотенция на кальяне. И начинается вот эта вот история. Если он еще приходит с девушкой, часто вторая половинка любит подшутить на то, что тебе это не грозит, чувак. Типа, тебе так все плохо. И вот продавец стоит, смотрит на все и думает, ну, типа, да, круто. Мне интересно, мне весело. Типа, по кайфу. Давай дальше. Есть такая еще тема, когда люди не знают, что это продается. И заходят практически всегда к нам, особенно вот популярная тема с нашими щипцами. Вы что, оружием торгуете здесь? И типа, вот, начинается, типа, такая тема развиваться. Типа, что вообще за фигня? Как тебе это в голову пришло? Ты пришел покупать кальян? Какое оружие, чувак? Актуальный вопрос еще. Колба. Есть колбы с эффектом, так называемого, битого стекла. И очень много людей, которые не знают об этом, начинают, типа, ухмыляться над продавцом. Типа, что это вы, битые колбы, да, продаете сразу? Ну, продавец, естественно, как бы, слыша это каждый день и такой, да, да, именно так. И, типа, это малая часть, типа, того, что очень напрягает кальянного продавца, потому что он это слышит каждый день, в отличие от вас. И, типа, каждая, скажем так, остроюмия каждого из вас, типа, это не единичный случай. Вы, типа, блять, половину таких, на самом деле, приходите, поэтому, вот, это бесит. Бесит, когда менеджер недооценивает твою работу. Для менеджера-продавец это человек, который просто где-то постоянно ходит в своем магазине, что-то делает и особо никакой функциональной там работает, сложно не выполняет. Мол, пришел человек, дал товар, дал деньги обратно, все взамен, типа. Но, нет, это не так. Продавец постоянно на контакте с покупателем. Продавец постоянно пытается ему показать что-то новое, рассказать, дать информацию, да, о товаре. Это очень важно, когда, скажем так, наводить контакт продавца, покупателя. Продавец – это лицо магазина. Но менеджер этого не видит. Он, грубо говоря, со своей точки зрения занимается заказами, еще чем-то. И, как бы, думает, что это самое важное и основное в магазине. Продавец со своей стороны, опять же, точно так же думает на менеджера. То есть, он сидит за своим компьютером, тоже ничего не делает, там, курит кальян, еще что-то, вообще какие-то бумажки перебирает. Типа, я вот здесь, типа, продаю, делаю, типа, кассы заведению, типа, а вы там занимаетесь ерундой. В общем, вечная тема противостояния продавцов и их начальства. Но здесь надо понимать, что каждый человек ценен, каждый сотрудник ценен. И не нужно друг на друга топить. Вы все в один коллектив, типа, все мир. Бесят такие люди, которые приходят к тебе в магазин, спрашивают, начинают узнавать у тебя про практически все виды товаров, которые есть. Ты показываешь им все, что есть, рассказываешь, хочешь, так сказать, посвятить человека в кальянную культуру, даешь ему знания. А по факту человек приходит, ему ничего не нужно, и такое ощущение, что он просто пришел, типа, с тобой поговорить. При этом в конце он возьмет какую-нибудь пачечку маленького табачка, за который изначально я пришел. Но вот этот ритуал, он просто был обязан, видимо, провести, чтобы с продавцом прогуляться, я не знаю, может быть, одиноко человеку было или нет. Да, такое очень сильно раздражает. Потому что продавец, он хочет, ему интересна эта сфера, он хочет донести до человека максимально подробную информацию, рассказать, что, как, где работает. А при этом люди, когда просто даже половину может не слушать, им просто интересно спросить тебя, чем-то заморочить, но по факту сама информация для них неинтересна. Это реально бесит. Бесит, когда ты только что налил порядок в магазине, выставил все по своим местам, аккуратно просложил ценники, и здесь просто к тебе врывается кладовщик, и сшибает нахрен все твои витрины, всю твою выкладку просто рушит к чертям, на которые ты потратил кучу времени. Точно так же, когда заходят покупатели, и, допустим, есть открытая выкладка, допустим, к примеру, чаш, люди берут просто одну чашку, ставят на другое место, переставляют на третье, и в конце просто у тебя просто хаос какой-то. То есть ты этим занимаешься, ты слишь, чтобы все было красиво, а в конце типа либо ребята, которые отожмут у тебя все, что есть в магазе, и сделают окраинным, что мало пустые витрины, либо гости, которые просто не церемонясь, любят переставлять все предметы местами, потом думаешь, типа, где, где вообще все стоит, типа, это бесит. Бесит, когда приходят люди, которые считают себя максимально знающими кальянную индустрию, и начинают у тебя спрашивать странные вещи, называть какие-то понятные тебе предметы абсолютно другими именами. Классическая история, это называть там табак дарксайд дарксайзом, типа, это вообще очень распространенное. Назвать там, там, Танжирс, у нас были ребята, которые называли Танжирс Тадж, Тадж, Кент, Минт. И ты такой, что? Такой, типа, вы серьезно? Звонят, бывает, люди периодически спрашивают, могут назвать там Адалай, Адель, еще как это, то есть перековеркать название табаков по-всякому. Сибера постоянно называют серебром, коллайдер, андронный коллайдер просто в магазине кальянов. То есть, любимая тема, да, людей называть коллайд коллайдером. Причем, непонятно, знают они это или делают это специально, типа, мол, это шутка, но зачастую звучит очень странно, достаточно максимально. Также там, таких оговорок очень-очень много, здесь суть не в этом. Проблема в том, что если вы действительно не уверены в том, как это называется, то лучше просто спросите у продавца, поинтересуйтесь, что это может быть, и он вам правильно подскажет и расскажет. Не делайте, скажем так, с умным видом, не приходите в магазин, говоря, что я хочу купить непонятную вещь, когда продавец посмотрит, скажет, типа, ребят, ну что? Просто спросите у продавца, он вам все подробно расскажет, покажет, и никаких проблем, ему только в удовольствие. Бесят умники, которые приходят и с умным видом начинают рассказывать что-то продавцу о каких-то вещах, которые, скорее всего, он должен знать лучше, чем они, и, в принципе, разбираться в этом. Но ребята, некоторые считают себя магистрами кальянной, просто магией, я не знаю даже, как назвать это, и начинают рассказывать какие-то немыслимые факты, которые они где-то прочитали, где-то двоюродный дядя что-то рассказал, там, что, типа, кальян курица вообще там 5 часов и все такое. И вот это реально бесит, потому что продавец пытается объяснить все знания, которые у него есть, то есть продавцов обычно всегда обучают в хороших магазинах, и они понимают то, о чем рассказывают. При этом есть, конечно, люди адекватные, которые понимают и абсолютно адекватно реагируют на данные факты, скажем так, и учатся. Есть те, которые абсолютно не признают чужое мнение. Если он прочитал это где-то в интернете, значит, типа, это единственная правда. Это очень бесит. Конечно, есть случаи, когда персонал кальянного магазина не квалифицируем. И тогда такое возможно, действительно, если у вас работники, которые не знают, грубо говоря, как правильно даже там забить кальян, чем отличается один табак от другого, ну, тут уже будет вопрос к магазину. Поэтому бесит, когда иногда приходят ребята, начинают выбирать, продавец помогает абсолютно с выбором. Вы собираете, к примеру, полный комплект кальяна, аксессуары, табачок, все что угодно, в общем-то, в большом количестве. И когда дело доходит до оплаты, в конце оказывается, типа, ой, извините, у меня денег нет. И такой продавец, типа, что? Мы зачем, типа, сейчас всем этим занимались? Иногда есть еще немножко смежная история. Это когда ребята в конце начинают узнавать, сколько стоит. И потом начинается эта история звонки друзьям. Типа, ребят, скиньте деньги срочно, там, типа, у меня там 3 рубля не хватает на карте, еще что-то такое. И продавец в этот момент стоит такой, просто молча ждет, думает, что вообще происходит, зачем ты меня сейчас, типа, всему этим дрочил? Ну, это так, частная история, скорее, больше в виде исключения. Можно понять, что ситуации разные бывают в жизни, но если ты реально знаешь, что у тебя с собой нет денег, ну, зачем ты приходишь, типа, и дрочишь продавца? Не кайф. Бесят, когда приходят люди молчуны. Заходит человек, он, ты с ним здороваешься, он посмотрел на тебя взглядом, типа, ты кто вообще, что тебе здесь надо? И просто проходит дальше. Ты начинаешь пытаться с ним разговаривать, там, что-то, может быть, помочь вам, что-то подсказать. Он просто не реагирует, и начинает просто ходить и рассматривать, там, витрины, что-то еще. То есть, зачастую это люди, которые не осведомлены вообще ни в чем. То есть, ты, как продавец, хочешь человеку помочь, подсказать, что-то с ним разговариваться, он просто тебя игнорит. В оконцове такие бывают люди, периодически, могут просто взять и уйти ни с чем. Просто пришел, посмотрел, такой немножко, что-то происходит, не сказал ни слова, не попрощался, не поздоровался и ушел. Это, типа, совсем не кайф. Также есть еще такая тема, как вежливость. Бесит, когда люди не очень вежливые. Продавец всегда старается, поздоровывается, там, узнать, как дела, спросить какие-то потребности, там, пожелать всегда, когда вы уходите, хорошего настроения, еще что-то. Есть люди, которые просто это игнорят, то есть, как будто не считают процесса человека. Они с ним не здороваются, они не говорят ему там ни спасибо, ни пожалуйста, ничего, просто роботы. Типа, ребят, бесит, когда люди хотят попробовать, скажем так, табак на аромат и просто берут, открывают акцизную упаковку, срывают акциз и начинают нюхать вакуумный пакет. Типа, чуваки, ну, типа, там табак в вакууме лежит, вы понюхаете максимум, там, вкус полиэтилена, я не знаю, что-то еще. Типа, но при этом пачку, вы только что открыли пачку акцизную, сорвали акциз, теперь ее нельзя продать. Все, вы только что, грубо говоря, испортили пачку. Типа, бесит, что люди этого не знают и продолжают, типа, заниматься этим. Такое, возможно, да, бывает, когда, ребята, большая загрузка, очень много людей в магазине, просто ты не успеваешь уследить за человеком, а в этот момент он начинает исполнять всякие разные вещи. Есть еще такая тема, тоже интересная, касаемо аромата. Есть люди, которые могут прийти и начать у тебя вот там, допустим, пачки альфакера, они просто берут каждую пачку и начинают нюхать через целлофан, через картон. И типа, ну, да, да, действительно пахнет, типа, такой, пахнет картоном, типа, чуваки, вы чего? Но, да, это бесит. Бесит, когда люди постоянно требуют скидку. Да, действительно, в многих магазинах, скажем так, реализована система лояльности гостю, в том числе и в нашем магазине. Если ты действительно приходишь у нас, часто закупаешься, у тебя всегда есть, скажем так, карточка контрагента, и ты автоматически, скажем так, получаешь скидку на свои покупки. Но, когда приходят люди, абсолютно в первый раз покупают, грубо говоря, пачку табака и требуют скидку, ну, просто на основании чего. Да, зарекомендую себя как хороший гость и продавец тебе сделает скидочку. Ему будет приятно это сделать, ему не жалко денег на, там, небольшую скидку человеку, а вам будет приятно. Но просто имейте совесть, если вы действительно впервые оказались где-то в новом заведении, будь то даже, наверное, магазине, либо еще что-то иное, не требуйте скидку. Если вы действительно приятный человек, вам ее и так сделают. Все очень позитивно, поэтому, ребят, будьте проще и деньги не главное. Субтитры сделал DimaTorzok